Моя душа в полном замешательстве. Я хочу узнать, достаточно ли сильны наши мысли, чтобы защитить и обезопасить нас. Когда речь идёт о глубоких аспектах жизни, слова, которые мы используем, больше не вопрос красноречия. Вы говорите «моя душа в замешательстве». Душа не может быть в замешательстве. Ваш ум в замешательстве. Почему важно исправить это? Потому что если вы не понимаете разницу между первым и вторым, предположим, вы приходите к врачу из-за проблем с сердцем и при этом говорите «доктор, меня беспокоит печень». Врач будет лечить не тот орган. Не так ли? Так что это очень важно. Дело не в семантике. Это не придирка к словам. Просто у вас проблемы с сердцем, а вы просите вылечить печень. Так вы не решите свою проблему. Скорее, это обернётся ещё большими проблемами. Потому что раз вы обратились к нему, врачу придётся прооперировать вашу печень. Есть у вас заболевание печени или нет. Такова его работа. Вот почему это важно. Ваша душа не может быть в замешательстве. И прежде всего, не говорите о душе, потому что её нет в вашем восприятии. Если вы говорите о чём-то, что ещё не познали на собственном опыте, скажем прямо, это равносильно лжи. Первое, что вам необходимо сделать — перестать лгать. не говорите о том, что ещё не стало реальностью для вас. Это может быть сказано в гите, написано в ведах. Все могут говорить об этом, не имея значения. Пока вы не испытали этого, не говорите об этом. Не говорите о душе, о рае, о Боге, потому что это ещё не стало реальностью для вас. Если вы не будете говорить об этом, в вас возникнет определённое стремление, которое приведёт вас туда. Если вы будете говорить об этом, вы будете довольствоваться простой болтовнёй. Но с вами никогда не случится ничего настоящего. Вы насытитесь болтовнёй. Сплетни приносят удовлетворения. Да. Многие люди избегают реальность, просто обмениваясь слухами. Многие люди избегают реальность, просто смотря кино. Кино — это чьи-то домыслы, не так ли? Чья-то история. Я не против этого. Если вы используете это для улучшения своей жизни, всё в порядке. Но если вы используете это, чтобы избежать жизни, это серьёзная проблема, не так ли? Многие люди используют кино, чтобы избежать жизни. Вам не нужно ничего делать в своей жизни. Идёте, садитесь в тёмной комнате с ведром попкорна. Кто-то другой будет любить, сражаться, жить. Кто-то другой будет делать всё. Вам останется лишь жевать попкорн. Остальное будет происходить само. Вы можете плакать, смеяться, можете выйти из зала, и всё. И вам скажут, когда будет конец фильма. Сегодня уже не пишут «конец фильма». Вы сами должны понять, что фильм закончился. Раньше показывали надпись «конец фильма». На тот случай, если вы сами не догадались. Иначе вы могли остаться на следующий сеанс. Так что не обманывайте себя. По крайней мере, не вешайте себе лапшу на уши. Это самое меньшее, что вы можете сделать для себя. Если вы также не будете обманывать и других, жизнь вокруг вас феноменально улучшится. Но это на ваше усмотрение. Вам решать. Но, по крайней мере, будьте на 100% честны с этим человеком. Никакой лжи. Вы обязаны это сделать хотя бы для этого человека, потому что вы заслуживаете этого. Я не знаю вашу ситуацию. С социальной точки зрения и не только, можете ли вы перестать лгать другим или нет. Сделав это, вы сможете построить вокруг себя феноменальную жизнь. Если вы перестанете лгать себе и другим, прекрасно, вы создадите нечто замечательное. Если это невозможно, по крайней мере, не вешайте лапшу на уши этому человеку. По крайней мере, с этим человеком. Будьте на 100% честны. Всё это потому, что когда-то эта культура была наполнена яркой духовной атмосферой. С тех времён она сильно истощилась. Эта яркая духовная живость исчезла. Но жаргон всё ещё в обиходе. Повсюду люди говорят о душе, атме, парматме, одном, другом. Жаргон всё ещё присутствует в разговорах и общей атмосфере. Но огонь уже погас. С одной стороны, это могло бы оказать положительное влияние. Но есть также и негативное влияние, потому что вы обыденно говорите о таких глубоких аспектах. Так что всё возвышенное просто отомрёт. Если вести об этом пустые разговоры, люди будут обсуждать гиду за чашкой чая. В чае нет ничего плохого. Просто нет должного внимания и святости, в которых она нуждается. Святость не в том смысле, чтобы возвести это на пьедестал, а в том, что если вы собрались опустить руки в молоко, нужно позаботиться об их чистоте. Не так ли? Иначе молоко испортится. Здесь точно так же. Если вы хотите погрузиться во что-то, требуется немного подготовки. Иначе ваша душа будет в замешательстве, что невозможно. Но вам это кажется реальным. Ум в замешательстве? Такое возможно. Только ум и может быть в замешательстве. Если у кого-то ясный ум, он, наверное, фанатик. Понимаете? Природа ума — замешательство. В этом его красота. Он всегда в замешательстве, потому что ничего не может понять. Но он может собирать информацию и бесконечно размышлять над ней. Такова природа вашего логического ума. Ум всегда будет в замешательстве, если только вы не идиот с одной извилины или не фанатик. В противном случае ум будет сбит с толку. Когда ваш ум в замешательстве, это хорошо. Если вы умеете правильно использовать своё замешательство, если вы умеете справляться с ним, если вы умеете сознательно увеличивать масштаб своего замешательства, если вы умеете сознательно обращаться с ним, ум станет очень плодотворным инструментом. Если вы пытаетесь обрести ум, который не знает замешательства, вам стоит сделать операцию на мозге. Если удалить половину мозга, замешательства не будет. Только ясность. Чем острее ваш интеллект, тем больше вопросов будет возникать, тем больше будет замешательства в вашем уме. Чем глубже вы смотрите на жизнь, тем больше вы будете сбиты с толку. И это хорошо. Только тот, кто ни на что не смотрит, у кого есть устоявшееся представление о жизни, абсолютно уверен во всём. Для этого вы должны быть либо идиотом, либо фанатиком, и между ними нет большой разницы. Итак, ваш ум в замешательстве. Такова природа ума. Вы должны научиться использовать замешательство себе во благо. Если ваш ум не сбит с толку, это означает, что у него нет непрерывного процесса восприятия. Ваш ум заблокирован. Он превратился в бетонный блок, который абсолютно уверен во всём. В противном случае, если вы постоянно воспринимаете всё больше и больше информации, ум всегда в замешательстве, потому что ум получает гораздо больше, чем способен постичь. Очень много информации. Стоит вам посмотреть немного внимательнее на всё, что вы видите в этой комнате, и вы увидите столько всего, что и представить себе не могли. Понимаете? Понаблюдайте лишь за одной вещью, и вы увидите. Но люди смотрят вот так и ничего не видят. Если вы уделите достаточно внимания одной вещи, вы увидите, что даже простой муравей способен захватить ваше внимание на всю жизнь. Стоит только уделить достаточно внимания. Всё вокруг вас содержит так много информации, что ни один ум никогда не сможет постичь всё. Только невнимательный ум думает, что знает всё. Внимательный ум всегда задаётся вопросом и сбит с толку каждой мелочи во Вселенной. И так и должно быть. Вы не должны страдать от своего замешательства. Вам необходимо понимать, что если вы постоянно в замешательстве, это значит, что ваш интеллект функционирует. Да? Стоит вам разделить ум и душу, не существующую в вашем опыте душу, ум получает слишком много информации отовсюду, постоянно, бесконечно, в бодрствовании и во сне. Восприятие через пять органов чувств происходит непрерывно. Большинство людей не обращают на это внимания, поэтому их жизнь наполняется апатией и скукой. Замешательство означает, что у вас ещё есть шанс. Умозаключение означает смерть. Так что не пытайтесь делать умозаключение и устранять замешательство. Замешательство — это прекрасно. Не воображайте того, чего нет в действительности. Замешательство происходит потому, что никто никогда в истории человечества не постиг в своём уме природотворения, природу жизни. Вы можете стать жизнью и познать её, но поймите, вы никогда не сможете разобраться в ней. Вы никогда не сможете понять жизнь. Если вы станете абсолютной частичкой жизни, вы узнаете жизнь такой, какая она есть. Единственный способ познать жизнь — стать ей. вы жизнь или вы душа, или жизнь? Вы жизнь или нет? Да. Так что станьте жизнью. Сейчас вы не являетесь жизнью. Вы клубок из мыслей, эмоций, идей, мнений и предупреждений. Всё это сильнее, чем сама жизнь в вас, не так ли? Да или нет? Ваши мысли и эмоции занимают больше места, чем та жизнь, которой вы являетесь. Поэтому вы не воспринимаете себя как часть жизни. Вы воспринимаете себя как совокупность мыслей, эмоций и всего остального. Это неверное восприятие. Вы можете мыслить только потому, что вы живы. Понимаете? Вы существуете не потому, что мыслите. Благодаря тому, что вы живы, вы можете мыслить, если хотите. Но прямо сейчас мыслительный процесс стал настолько навязчивым, что люди считают его главнее и важнее самой жизни. Это не так. Мыслей не существует до появления жизни. Вы можете мыслить только потому, что вы живы. Мысли же. Если человек мыслит так, если он сосредоточен лишь на чём-то одном в своей жизни, и ничто другое не имеет для него значения, то он свободен просто благодаря этой мысли. Он не запутан мыслительным процессом. Такой мыслительный процесс не защитит вас. Но если вы сосредоточены на чём-то одном в вашей жизни, ваша мысль сфокусирована, тогда она способна защитить вас, подарить вам смысл и способности. Это совсем другое. Но сейчас вы не в таком состоянии. Лучше использовать простой инструмент. И тогда вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то повлияет на вас. Вам необходимо понять. Если вы защищаете себя от чего-то, вы также ограждаете себя и от благополучия. Понимаете? Поэтому защита должна быть способна отсекать только то, что вам не нужно. Вам нужен фильтр, а не стена. Да? Если мы построим вокруг вас стену, она защитит вас от самой жизни. Многие люди так и делают. Они хотят защитить себя от смерти и опасности. Но в чём они преуспеют, так это в том, что защитят себя от жизни. Они будут в такой безопасности, что даже жизнь не сможет к ним прикоснуться. Не будьте такими. Жизнь должна коснуться вас. Даже если жизнь раздавит вас, это будет лучше, чем остаться ею нетронутыми. Спасибо.